Социальная сфера под особым контролем президента. Еще будучи кандидатом на должность главы государства, он неоднократно заявлял повышение уровня жизни кыргызстанцев. Его главная задача увеличение зарплат бюджетникам, укрепление материально-технической базы больниц, школ и вузов. Работа ведется планомерно, а главное регулярно. Дабы сверить координаты и убедиться, что реформы на местах реализуются в полном объеме, Садыр Джапаров провел сегодня республиканское заседание работников социальной сферы. 65% нашего населения составляют люди младше 30 лет. Около 38% населения сейчас – это дети младше 18 лет. Их сейчас больше 2,5 миллионов. Поэтому самый главный упор и направление всего государственного управления должны заключаться во внимании к нашим людям, в особенности на наших детей. Они должны вырасти образованными и здоровыми. Они должны уверенно ощущать себя в середине 21 века, обладая знаниями и навыками высочайшего класса, успешно конкурируя со своими сверстниками в глобальном сообществе. Мы должны сконцентрировать все свои усилия и ресурсы для того, чтобы наши детсады и школы, поликлиники и больницы, дома культуры и вся социальная сфера обеспечили доступ каждого ребенка и молодого человека вне зависимости от социального и материального положения его родителей, места жительства и в городе, и в самом далеком селе к самым новейшим достижениям науки и техники, уровню знаний, культурному обогащению и качественному здравоохранению. И успех в этом деле уже есть. Практически все школы Кыргызстана, даже самые отдаленные, подключены к интернету. Наши дети занимают призовые места на международных интеллектуальных соревнованиях. После реализации всех задуманных реформ, призов явно будет больше. Мы планируем открыть сеть инновационных школ при президенте. Они будут называться кыргызские лицеи. В ближайших планах открытие творческих инновационных центров, где дети будут получать современные знания. Система школьного образования претерпит сильные изменения. Не будет директоров, только завучи. Все школы объединим в единый конгресс. Завучи будут взаимодействовать с ним. Реализация национальной идеи воспитания нового, сильного и достойного поколения кыргызстанцев требует финансовой поддержки. По этой причине президенты бросил все силы на укрепление бюджета. «Я поклялся, что сам не украду ни одной копейки и не позволю никому другому этого сделать. Как вы помните, я также стал заставлять всех ранее проворовавшихся вернуть деньги в казну. Я стал также требовать улучшения сбора налоговых и таможенных платежей. Самая главная задача, которую я поставил перед кабинетом министров во главе Соколбеком Усимбековичем, является увеличение доходов бюджета. Вы все видите, как новая команда активно принялась за работу. И результаты не заставили себя ждать. По итогам 2021 года объем консолидированного бюджета составил 311 миллиардов сомов. В этом году стоит задача собрать до 400 миллиардов сомов. На следующий год я ставлю задачу повысить до 500 миллиардов. В Кабмине органе, которые, собственно, и занимаются поиском средств в социальную сферу, считают самой важной в жизни государства. Поэтому здесь полностью поддерживают тот факт, что львиная доля финансирования идет именно на социалку. Садыр Джапаров на посту уже год и три месяца. Он исполняет свои обещания на самом деле. Да, сумма на финансирование социальной сферы идет большая. Но это совершенно верно. Мы могли бы потратить эти деньги куда-то в другое место. Но решили, что люди прежде всего. Порой исполнение намеченного плана может идти не так, как хотелось бы. Срабатывают различные факторы. Сейчас, когда весь мир в зоне турбулентности, Кыргызстан тоже штормит. Президент пообещал, что в беде не бросят ни одного кыргызстанца, но попросил максимально экономить. «Хочу открыто обратиться ко всем нашим кыргызстанцам. Я знаю, что ситуация сейчас тяжелая. Дороговизна во всем. Цены повысились. Сохраняется безработица. Не хватает нам многое самое необходимое. Ситуация из-за последних мировых событий может на самом деле еще и ухудшиться. Мы должны быть к этому готовы. Я очень прошу всех вас пересмотреть расходы, отложить покупку дорогих вещей, не проводить тои и прекратить пустую трату денег. Вы знаете, что указом я рекомендовал ограничить жертвоприношение скота на семейных похоронных обрядах. Самое главное сейчас – это продовольственная безопасность, как на уровне государства, так и на уровне каждой семьи. Я очень прошу всех, чтобы мы не оставили ни одного поля незасеянным, чтобы мы использовали каждый весенний день для работы на огороде и чистки каналов. День год кормит». Чтобы ни одно поле не осталось незасеянным, 26 миллиардов сомов были выделены в качестве кредитов фермерам под 6%. Это рекордно большая сумма. Екатерина Токамбаева, Нурдан Кребеков, Пирамида.